На Чукотке идет подготовка к весенней коррелизации. Специалисты ветеринарной службы отправятся в оленеводческие предприятия округа. В плановых мероприятиях примут участие студенты Чукотского многопрофильного колледжа, которые пройдут производственную практику в тундре. Коррелизация северных домашних оленей на Чукотке начнется в середине марта. Группа ветеринаров-специалистов планирует посетить пять оленеводческих бригад СХП имени первого ревкома Чукотки в Анадорском районе. Это зооветеринарное мероприятие, связанное с просчетом поголовья оленей, с пополозарственным группом, определение их упитанности, проведение выбраковки слабых животных, ну и проведение ветеринарных мероприятий. Весной это обычная витаминизация, взятие крови на бруцеллез. В некоторых хозяйствах у нас есть вакцина против микробактериоза северных оленей, повакцинируем некоторых животных. Специалисты отмечают, что заболеваемость оленепоголовья в целом по Чукотке значительно снизилась за последние пять лет. А благодаря госпрограмме по поддержке ИПК ветеринария округа не испытывает дефицита в лекарственных средствах. В этом году дополнительное хозяйство обеспечат моторизированными опрыскивателями для летней обработки пастбищ против гнуса ОВД. При этом сохраняется острый дефицит кадров. Всего 25 специалистов среднего звена наблюдают более 60 оленеводческих бригад. Есть районы, в которых нет даже главных ветврачей. В Чукотском многопрофильном колледже к выпуску готовится уже третий набор студентов-ветеринаров. Девять из них будут проходить свою преддипломную практику в Тундре. Вместе с опытными специалистами они отправятся в оленеводческие бригады Анадырского района. Предстоящая финальная практика у студентов в условиях производства подразумевает, во-первых, то, что они отшлифовывают свои те практические навыки, которые они научились. Плюс они отрабатывают, насколько я владею информацией, еще элементы чипирования животных. Готовят специалистов для самостоятельной работы в условиях хозяйства. То есть подразумевается их достаточно высокая ответственность. Которая бы и их мотивация на поставленный результат. А мотивация у студентов есть. Большинство будущих специалистов приехало обучаться в Анадыр, чтобы потом вернуться в свои селы и поселки и работать там по профессии. Уже сегодня они начинают готовиться к практике. Желание есть и готовность тоже. Мы сейчас ходим, готовимся. Мы проверяем свою одежду, инвентарь, все это. Подготавливаемся к чкотке. Там мы проводим диагностические и профилактические мероприятия против бруцеллеза. Также мы там проводим вакцинацию оленегонных собак. Первый раз, когда я поехал, даже не знал, как брать кровь. Нас же обучал в прошлой группе. В 322 группе нас обучал Андрей Петрович. Он же бывший студент здесь учился. Он же нас и обучал в взятии крови. С каждым годом я усовершенствовал этот навык. По своей профессии буду работать. Мне нравится профессия. Так как мои родители являются оленеводами, эта профессия показалась мне наиболее близкой. Потому что я все детство наблюдала за оленями, как их лечат, как с ними работают. Поэтому я решила пойти на ветеринар. Можно быть уверенными, что с такими выпускниками кадровый вопрос врачей-ветеринаров в округе будет закрыт. У нас и вся подготовка студентов нацелена на то, чтобы максимально закрепить их в хозяйствах и в государственной ветеринарной службе. Пример тому второй выпуск. Из девяти ребят у нас восемь работают в ветеринарной службе. Один учится очно на ветеринар-врача в Якутске. И в этом, этот выпуск, в принципе, я думаю, что тоже мы максимально сможем ребят пристроить, как бы обеспечить их работы. Есть желающие, которые хотят продолжить обучение. Одна девочка точно хочет поступать в высшую учебную заведение. Она еще, правда, не определилась, куда, но такие наметки есть. В будущем году набора ветеринарных фельдшеров в колледже не планируется. Однако подготовку ветспециалистов среднего звена с этого учебного года начал Чукотский полярный техникум в Агвикиноте. Кроме того, округ продолжает сотрудничество с Дальневосточным государственным аграрным университетом. Летом на практику коленеводам Чукотки приедут будущие ветврачи из Благовещенска, которые при отработке своих навыков также оказывают существенную помощь специалистам во время королизации. Анастасия Сертун, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.